На столе скрепка, зубочистка, нитки, пуговицы и мыло. В течение минуты участникам необходимо без пауз рассказать об этих предметах так, чтобы заинтересовать окружающих и получить максимальное количество баллов. Такое задание предстояло выполнить участникам станции «Ораторское искусство». Недавно произошел такой случай. Дома кошка умудрилась загнать один каток ниток под диван и сама в нём запутаться. Потратили, наверное, минут 30, чтобы её и распутать, и смотать обратно нитки. Участникам театрального квеста предлагалось пройти пять станций. На одном из этапов юноши и девушки попробовали себя в роли актёров. Они перевоплощались в героев сказки и за пять минут разыгрывали сценку «Экспромт» на современный лад. На станции «За кулисье» участники отгадывали имена знаменитых советских и российских актёров. Больше всего гостям запомнился кукольный театр. Здесь нам предоставили возможность самим показать сказку «Красная шапочка». Причём нужно было показать в ней некие современные вещи, то есть за это давали баллы. И в Театре теней нам давали задания, и мы изображали их. Организаторы поставили перед собой цель развенчать у современного поколения миф о том, что театр устаревший вид искусства. А ещё вовлечь молодёжь в творческую деятельность и развитие у юношей и девушек актёрские способности и ораторские навыки. Во время прохождения квеста у них работает поисковое мышление. Они методом поисков, аналогий, они внутри себя могут совершить открытие. Победители театрального квеста получили дипломы, книги с произведениями классиков и диски. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.